Андерсон Сильва, ты полный отстой! Сейчас ни одно бойцовское шоу, ни один турнир не обходится без предварительного поливания грязью противниками друг друга. Это повышает интерес к шоу, привлекает рекламодателей и соответственно увеличивает доход и организаторов, и бойцов. Пародителем современного треш-токинга, по праву считается первый чернокожий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, Джон Артур Джонсон, более известный как Джек Джонсон. Треш-токинг, грязная болтовня, пустой разговор, высказывания, имеющие своей целью оскорбить кого-либо, по делу и без, а также привлечь к своей персоне максимальное внимание. Это он в начале 20 века уловил всю суть треш-токинга и по полной использовал свой цвет кожи для увеличения гонораров. 26 декабря 1908 года можно считать днем рождения современного треш-токинга. Это был чемпионский бой, и Джек Джонсон, нанося удары противнику, приговаривал, «Ну что, мистер Бенц, как мы себя чувствуем? Может, сделаете что-нибудь? А то вы мне так ничего не показали до сих пор». А в конце каждого раунда провожал противника словами «Всего доброго, мистер Бенц, до встречи». Бой был остановлен полицией в 14-м раунде, а Джонсон стал первым чернокожим чемпионом. Треш-токинг широко использовался непризойденным чемпионом в супертяжелом весе, боксером Мухеммедом Али в 1960-70-х годах. С тех пор треш-токинг стал общим явлением в боксе, борьбе, а также других видах спорта. На заре ММА треш-токинг был не такой ярко выраженный, каким является сегодня. Но все же те, кто смотрит ММА с 90-х годов, точно помнят перепалку между Кеном Шемреком и Доном Фраем. Кен. 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 это самый эпатажный боец на сегодняшний день. Он зарабатывает миллионы благодаря тому шоу, которое устраивает. Хотя, в отличие от Сонана, в клетке он себя показывает тоже довольно интересным. Меня часто спрашивают, почему я не занимаюсь треш-токеном, не говорю красивых слов, не обливаюсь соперника грязью перед боем. Ведь это сильно раскрутит бой, соберет еще больше аудиторию и просмотры. Скажу честно, это не мое. Я старый закалки, олдскул, как сейчас говорят. Я считаю, что надо говорить в ринге ударами. Посмотрите, сколько бойцов пытаются подражать Магагару. До боя говорят, что они сделают с соперником, оскорбляют его. В клетке же вообще ничего сделать не могут и проигрывают. Что же получается? Они не отвечают за свои слова. Считаю, что для мужчины это самое страшное. А теперь вспомним всеми уважаемого и самого известного бойца Федора Емельяненко. Он что, когда-то говорил до боя, что будет разрывать Крокопа или Нагурейру и лишился? Нет, конечно, он просто выходил и бил их. Вот и я также предпочитаю выходить и бить соперников. А раскруткой боя, промоушеном, рекламой пусть занимается организатор боя. Да, треш-токинг однозначно повышает интерес к бою, бойцу, к турниру. Но кто ты после жесткого треш-токинга? Боец или шоумен? Я предпочитаю быть бойцом.